Дорогие привет всех с наступившим 2022 годом и хочу поделиться коротким словом по поводу этого года, в которое я верю, что Господь Духом Святым высвободил на молитве. 30 числа у нас была молитва в рамках школы молитвы, нас обычно собирается там в эфире прямом порядка 100-120 человек, и мы час интенсивно молимся, молимся за нашу страну, молимся за пробуждение и так далее, и так далее. И вот в этот раз, 30 числа, когда у нас была молитва, она была очень интенсивная, мощная, огненная, и в конце, ближе к концу молитвы, Духом Святым я верю, что было высвобождено следующее, что 2022 год это год не восточного тигра, а это год льва из колена Иудина, и дальше было добавлено огненного льва из колена Иудина. И поэтому я для себя, например, беру это слово, что 2022 год это год огненного льва из колена Иудина, и если вы в это также верите и принимаете это для себя, можете это принять для себя, потому что действительно Иисус есть Царь, и Он царствует, и приходит время огня, время Божьей силы, время Божьей власти, время Божьей славы, и я верю, что мы будем двигаться в этом году в этом понарастающей. И еще некоторые моменты также хотел осветить. Мы сейчас очень усиленно взялись молиться и действовать в русле пробуждения. Почему это вызвано? Потому что Духом Божьим это поднимается, потому что это высвобождается через пророков, потому что время назрело, время настало. И вот был такой Чарльз Финней, основатель второго великого пробуждения в США, который написал несколько книг, и вот в одной из книг он пишет следующее. Мы все должны понимать, что человеческое участие необходимо для пробуждения настолько же, насколько и божественное участие. Пробуждение не произойдет, пока кто-либо не приложит специальных усилий для его достижения. И сейчас эти усилия прилагаются. Прилагаются командой, которая растет все больше и больше. Господь прилагает людей, поднимает ходатайов, поднимает совместные эфиры, которые соединяют нас вокруг этого благословенного дела пробуждения в русскоязычном мире. Поэтому вы можете к нему также присоединиться, если вы все еще к нему не присоединились по зову Духа Божьего. Если у вас это откликается, в описании к этому ролику будут ссылочки на телеграм-канал Движение Армии Пробуждения, группу ВКонтакте Движения Армии Пробуждения, несколько ютуб-каналов пробужденческих, на которых выкладывается актуальная информация и все, что связано с темой пробуждения. Мы вместе молимся, мы собираемся на совместные эфиры, мы вместе постимся и много что будем делать вместе, неотступно до того, как Слава Божья не явится во имя Иисуса Христа. Ну и еще раз. 2022 год. Год огненного льва из колена Иудина. И в конце я хочу коротко помолиться и еще раз высвободить это в духовный мир. Во имя Иисуса Христа, Боже, мы благодарим Тебя за этот наступивший 2022 год. Мы верим, Господь, что это год Твоей славы, Твоей силы, Твоего царства. Мы провозглашаем и утверждаем это, что Твое есть царство и сила и слава в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквях, в наших городах, в нашей стране и в тех странах, из которых мы здесь собрались. Боже, спасибо Тебе за то, что все то, что есть в Твоем сердце, Ты высвобождаешь в этом году через Твою церковь. За то, что Ты укрепляешь нас, за то, что Ты научаешь наши руки брани и наши персты в войне. Господь, спасибо Тебе, что Твой огонь, он могущественно горит в Твоей церкви и внутри каждого из нас. И мы высвобождаем это слово, что 2022 год – это год огненного льва из колена Иудина. Это Твой год, Боже, и мы приглашаем Тебя в него. Мы приглашаем Тебя, приди и царствуй, Боже, приди и правь во всем, в наших сердцах, в наших домах, в наших церквях, в наших городах и странах. Приди и царствуй, приди и правь. Пусть Твое безраздельное господство будет установлено на нашей земле. Мы посвящаем Тебя нашу землю, Бог наш, и благодарим Тебя за то, что Ты посещаешь ее в этом году. Слава Тебе, Господь Иисус! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.